ГОСТЬ В СТУДИИ ГОСТЬ В СТУДИ ГОСТЬ В СТУДИ ГОСТЬ В СТУДИ Я думаю, что всё-таки это такая натяжка определенная, потому что поле Стиренбурга она вышла в 1954 году, а сам термин хрущевского оттепель возник гораздо позже. Им активно стали пользоваться уже после того, как Хрущев ушёл в отставку. И сам по себе этот термин, он несёт в себе такую положительную, что ли, коннотацию. Я тоже долгое время, долгие годы, особенно в юношеские лета, считал, что действительно хрущёвская оттепель – это некая такая отдушина от времён сталинского тоталаризма, перестройки и так далее. Но вот по мере взросления, по мере изучения хрущёвского периода правления, у меня всё больше и больше возникало подозрение, что вот этот термин «оттепель», он не отвечает реальному содержанию этой эпохи. А когда я задался целью уже написать полноценное научное исследование, я это подчёркиваю, научное исследование, не публицистическое, то есть с опорой на документы прежде всего, то у меня вот возникло стойкое убеждение, что это была далеко не оттепель, а это была та самая слякоть, то есть грязная жижа, которая разъедает всё, в том числе и металл в машинах, понимаете? И у меня есть основания всех говорить о том, что хрущёвское десятилетие, оно отнюдь не такое, вы знаете, радужное, светлое, благородное. Примеров тому много, причём я, ведь само название этой книги, оно не родилось у меня в голове, а потом я под неё стал подгонять факты. А у меня знакомство с документами и фактами стало рождать отрицание традиционного названия этого периода хрущёвского оттепеля. Я никак не мог долгое время, значит, придумать альтернативу этому названию, и потом вдруг меня тянило, значит, коротко и ясно хрущёвское слякоть. Но ведь Никита Сергеевич был, скажем так, руководителем страны в то время инициатором того, что из многочисленных лагерей вышли, так сказать, осуждённые при Сталине, там, безвинно зачастую, как нам говорят, да, вот. Что же здесь такого-то плохого? Это миф. Я вам приведу сейчас три примера, очень показательных. Ждём. Причём любой желающий может проверить мои слова на основе архивных документов, которые оцифрованы и находятся в открытом доступе. Значит, первый пример. По-моему, в апреле, если я не ошибаюсь, я могу, или в июне, стоп, вот-вот точно, в июне 54-го года создаётся комиссия в составе высокопоставленных работников правоохранительных органов. Возглавил эту комиссию тогдашний генеральный прокурор Роман Андреевич Руденко. Он был, кстати, до процесса Берия прокурором Украинской ССР. Но поскольку его предшественник отказался подписать документы об аресте Берии, то он был быстро снят и заменён Руденко. Так вот, под руководством Руденко была создана комиссия, которая была поручена заняться пересмотром так называемых политических уголовных дел. И в апреле 55-го года, то есть спустя 10 месяцев, по итогам своей работы, вот этих первых 10 месяцев, Руденко пишет докладную записку Хрущёву и другим членам президиума ЦК. О чём? Сейчас я скажу. Значит, я округлять буду немножко цифры, чтобы людям не забивать голову. Значит, вот за эти 10 месяцев эта комиссия рассмотрела порядка 237 тысяч уголовных дел. Значит, вот... За 300 дней, получается? Да, по политическим... За 300 дней почти 300 тысяч дел. Да, 237 тысяч. Ну, как хорошо. По 800 дел в день? Да. Без выходных, проходных? Ну, наверное, да-да-да. Значит, так вот, в результате своей работы реабилитации, я это подчёркиваю, подлежала... Не просто освобождению, а именно реабилитации. Реабилитации. Восстановлению во всех правах. Да. То есть, что такое... Надо понимать, что такое амнистия, что такое реабилитация. Амнистия, когда человек остаётся уголовником, то есть, человеком, приступившим уголовный закон, и по отношению к нему государство проявляет акт милосердия, акт амнистии. То есть, но он не перестаёт быть преступником, его освобождает от дальнейшего отбытия наказания и так далее. Но вина его доказана, и уголовным судом признана таковым. А реабилитация – это когда человека снимают все обвинения в совершении уголовного преступления, и он считается невиновным. Так вот, в соответствии с этой справкой, из 237 дел реабилитированы были 3,75% осуждённых. 4%. То есть, менее 4%. Менее 4%. Это массовость политических репрессий, незаконных. То есть, все остальные осуждённые были признаны преступниками. Да, по отношению к кому-то из них, там было указано в этой справке, была применена амнистия. По отношению к кому-то из них было применено снижение меры наказания, отбытия и так далее, и так далее. Теперь, если мы возьмём по республикам, а там цифры были не только по Советскому Союзу, но и по отдельным республикам. РСФСР было рассмотрено по самой крупной республике 76,5 где-то тысяч вот таких уголовных дел. Значит, реабилитации были подвергнуты примерно 4,8% осуждённых, то есть, менее 5%. Если мы возьмём Украинскую СССР, там, где Никита Сергеевич, кстати, был с января 1938 года первым секретарём. Да, и он эту должность занимал без малого 10 лет, значит, до декабря 1949 года. Там был небольшой период в 1947 году, с февраля, по-моему, по октябрь, где должность первого секретаря исполнял Каганович. Но это были свои так шашни внутри. Так вот, там было рассмотрено по Украинской СССР 93 тысячи дел, то есть, больше, чем РССР. Да, больше, чем по России, да. Да, хотя Россия в три раза по населению как минимум больше Украины. Там было реабилитировано 0,91%, то есть, менее 1%. Это к вопросу о том, насколько эти репрессии, так называемые, были законные, незаконные, массовые и всё такое прочее. То есть, люди, которые были заранее заряжены на то, чтобы доказать преступность сталинского режима, сами расписывались в том, что вот первые 237 тысяч уголовных политических дел свидетельствуют о том, что массовых беззаконий не было, что подавляющее большинство, 95-99% осуждённых были осуждены законно. Так. Это первый пример. Второй пример. Второй пример. Об этом тоже мало кто знает. Я сейчас вам зачитаю пару пунктов из очень любопытного указа. Значит, этот указ был издан 17 сентября 1955 года за подписью тогдашнего президента страны, то есть, председателя президента Верховного Совета СССР Климента Ефремовича Ворошилова и секретаря президиума Николая Михайловича Пегова. Назывался он так. Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 года. Значит, вот, например, под пунктом 3 написано. Освободить из мест заключения независимо от срока наказания лиц, осуждённых за службу в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Освободить от дальнейшего отбывания наказания лиц, направленных за такие преступления в ссылку и высылку. Пункт 6. Снять судимость и поражение в правах с граждан, освобождённых от наказания на основании настоящего указа. Снять судимость и поражение в правах лиц, ранее судимых и отбывавших наказание за преступления, перечисленные в статье 1 данного указа. Пункт 7. Освободить от ответственности советских граждан, находящихся за границей, которые в период Великой Отечественной войны сдались в плен врагу или служили в немецкой армии, полиции и специальных немецких формированиях. Освободить от ответственности и тех, ныне находящихся за границей советских граждан, которые занимали во время войны руководящие должности в созданных оккупантами органах полиции, жандармерии и пропаганды, в том числе и вовлечённых в антисоветские организации в послевоенный период, если они искупили свою вину, последующей патриотической деятельности в пользу Родины и явились с повинной. Ну и так далее. Сейчас мы вынуждены уйти на небольшой перерыв, после которого продолжим эту интересную беседу о нашем собственном прошлом и необходимости его уроков для нашего настоящего и будущего. У нас в студии известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын, с которым мы обсуждаем, что же в годы правления Никиты Сергеевича Хрущёва было такого, что не укладывается в официальную канву даже самых смелых версий. Я вам хочу привести ещё одни любопытные факты. Значит, в 1960 году был освобождён никто иной, как Василь Кук. Ну, для наших зрителей я напомню, что Василь Кук – это был сменщик или преемник небезосвестного Романа Шухевича на посту… Командующего, да? Да, да, командующего украинской повстанческой армии. Так вот, то есть он был в заключении всего 6 лет. Красавчик. Ну, да, да, да. Как будто он ларёк, знаете, ограбил там или… Так вот, вернулся в Киев, столицу Украинской ССР. Мало того, что вернулся в Киев, так ему устроили прекрасную работу, во-первых, в Центральном государственном историческом архиве Украинской ССР. В Академию наук, а не сделали? Сделали, и в Институте Истории Академии наук Украинской ССР. Слушай, я вот… Вот, причём вся партийно-государственная элита тогдашняя, она тайком посещала Василя Кука и считала за доблесть и честь лично с ним поручиться и сказать ему пару приятных слов за то, что вот он боролся, значит… За незалежную Ридну Неньку. Ридню Неньку Украину. Кстати, именно тогда на территории Украинской ССР во времена Хрущёва стал воплощаться в жизнь хорошо известный пассаж тоже одного из лидеров украинского национального подполя, который возглавлял Львовский краевой провод Василия Заставной. Я вот цитирую то, что он сказал. «Период борьбы с пистолетом и автоматом закончился. Настал другой период. Период борьбы за молодёжь, период врастания в советскую власть с целью её перерождения под большевистскими лозунгами. Наша цель – проникать на всевозможные посты, как можно больше быть в руководстве промышленностью, транспортом, образованием, в руководстве молодёжью, прививать молодёжи всё национальное». И вот, кстати, активным проводником вот этих вот идей стал никто иной, как первый секретарь ЦК Компартии Украины Шелест. Пётр Ефимович Шелест. Пётр Ефимович, ну да, он же был известным украинским националистом, на самом деле, хоть и коммунист и так далее. Да, человек, который занимал пост первого секретаря почти 10 лет. При нём, кстати, в ЦК Компартии Украины окопали все эти Кравчуки. Ведь именно при нём в 70-м году завсектором идеологической работы, завсектором идеологического отдела ЦК стал никто иной, как первый президент Украины господин Кравчук, понимаете? Который закончил Институт экономии, защитил диссертацию кандидата экономических наук, а потом стал одним из идеологов Украинской Компартии. Слушай, Жень, ты знаешь, вот я просто теперь понимаю, что вот, помнишь, это старый известный анекдот про то, что, значит, Бандеров вернулся в село, в совхоз из лагеря, и пошёл, значит, бригадир, там, зампредиректора, директора совхоза, значит, председатель облсовета, ну, там, секретарь райкома, да, вот, а два брата Бандеровца, один Бандерас, второй Герой Советского Союза, а Герой Советского Союза как был трактористом в совхозе, так и остался. Спрашивает его, говорит, Герой Бандеровца, Микол, так почему же? Он говорит, а ты что в анкете пишешь? У тебя кто, брат? Что брат Бандерас, о, а я пишу, что у меня брат Герой Советского Союза, понимаешь? То есть, это вот не просто анекдот, что называется. Конечно, конечно, да. И вот, к сожалению, и таких примеров, и таких примеров можно привести сколько угодно. Дальше. Ещё один любопытный факт, тоже мало кто знает. 28 апреля 1955 года была создана специальная комиссия президиума ЦК в составе Молотова, Маленкова, Кагановича, Хрущёва, Суслова и Поспелова. Председателем этой комиссии был Никита Сергеевич Хрущёв. Чем должна была заняться эта комиссия? Она должна была заняться личным архивом Сталина. Так вот, современный историк Сергей Сергеевич Войтиков, который непосредственно занимался изучением партийных архивов, установил, что эта комиссия ни разу не собралась за всё время своего существования, более двух лет. Но при этом, по указанию Хрущёва, была создана специальная группа в количестве примерно 200 сотрудников КГБ под руководством Серова, так называемые архивисты в сапогах, которые серьёзно почистили этот сталинский архив. И многие очевидцы и историки свидетельствуют о том, что вот эти архивисты в сапогах не только сжигали пачками документы, где содержался хоть какой-то малейший компромат на Хрущёва, но и занимались фальсификацией документов. Поэтому Войтиков, будучи профессиональным историком-архивистом, пишет, что сейчас перед историками, профессиональными историками, стоит архисложная задача разобраться во всей этой архивной путанице. Ну, я думаю, практически неразрешима. Нет, эта задача разрешима, но ей надо действительно очень серьёзно заниматься. Почему? Дело в том, что профессиональные историки, они знают, что существует внешняя и внутренняя критика источника, и профессиональный историк, который знает методику научной критики источнику, он отделит подделку от подлинника. Другое дело, что у нас, к сожалению... А подлинники-то уничтоженные уже не восстановить. А подлинники уничтоженные действительно уже не восстановишь. Фальсификацию можно выяснить, но подлинники... Но дело в том, что как ни пытались почистить партийные, не только партийные архивы, всё равно осталось довольно много документов, которые свидетельствуют о том, что Никита Сергеевич принадлежал к числу одного из самых кровавых палачей того периода. Я называю этот период и ежовщины. Третий пример, да? Да, нет, это второй пример, да. И ещё один тоже очень характерный пример, связанный вот с политикой реабилитации. Значит, в 1956 году, уже после 20-го съезда партии, когда был провозглашён культ на десталинизацию, и когда был осуждён культ личности, вышло соответствующее постановление ЦК, была создана ещё одна комиссия, возглавила эту комиссию Аверкий Борисович Арестов, тогдашний секретарь ЦК, член президиума ЦК и заместитель председателя бюро ЦК КПСС Порос МССР. Это была ключевая фигура хрущевского окружения вплоть до где-то вот 22-го съезда партии, то есть до октября 1961 года. То есть на протяжении вот где-то так пяти лет Арестов был один из ближайших сотрудников Хрущёвы, человек, который обладал реальной властью. Он фактически был хозяином РСФСР, чтобы люди понимали, что это была за фигура. Так вот, была создана комиссия во главе с этим Арестовым, которой было указано создать местные комиссии и начать массовую реабилитацию якобы невинных жертв сталинских репрессий. На основании этого решения потом будут созданы президиум Верховного Совета СССР аж 97 местных комиссий, которым вменялось в обязанность поехать в места лишения свободы по территориальности и на своё усмотрение во внесудебном порядке решать вопрос, кого освобождать, кого нет. Более того, там было написано так, если в ходе работы комиссии она установит, что человек действительно совершил преступление, но она носит не особо опасный общественный характер, и человек своим добросовестным трудом искупил свою вину, его тоже реабилитировать. Вот как проходила на самом деле хрущёвская реабилитация, и вот откуда появились вот эти сотни тысяч узников в сталинских лагерей якобы невинно осуждённых и реабилитированных в годы хрущёвской оттепели. Понимаете? И таких примеров полным-полно. Целый ВОЗ и маленькая тележка. И я привожу... Почему? Почему возникает вопрос? Ведь он же на самом деле... Никита Сергеевич, он не из Галиции, он из-под Курска. Ну, правда, у нас Климкина вот эта, Павлова тоже из-под Курска. Да. Может, это территория такая? Значит, на самом деле, вообще-то Курская область или Курская губерния, она, в общем-то, наполовину всегда была так называемая украинизированная. Малороссийская. Ну да. Значит, дело в том, что значительная её часть в своё время входила в состав Речи Посполитой. И это отложило, естественно, отпечаток. Хотя я напомню нашим уважаемым радиослушателям, что Смоленск тоже долгие годы входил в состав Речи Посполитой, да? Или там тот же Можайск, Вязьма и другие русские города. Но вот это вот южное, как бы, окраинное или пограничное, южное пограничие Московской Руси и Речи Посполитой, это отдельный разговор. Так вот, по поводу Хрущёва, по поводу его супруги, это тоже очень интересный вопрос. И здесь я вот немножко там остановился. Ты про третью супругу имеешь в виду, да? Про вторую. У него было две супруги. Нет, там вроде ещё была какая-то, чья фамилия не сохранилась. Но это неофициально. Он женился, разошёлся. Да, но это неофициальный брак. Кстати, со второй супругой, Ниной Петровной Кухарчук, он тоже долгие годы не был расписан. Они жили гражданским... Ты называешь второй, я третий. Хорошо, да. Понятно. Нина Петровна Кухарчук. Да, Нина Петровна Кухарчук. Да, она была его моложе на 6 лет, потому что официальная дата рождения Хрущёва – это 1894 год. Да, она 1900. А она 1900-го. Причём раньше долгое время считал, что Хрущёв родился 17 апреля, а на самом деле метрики нашли, что он родился 15 апреля, а не 17 апреля. А это какая-то... Ну нет, но он об этом даже и не знал. Это лишний раз свидетельствует о том, что в его биографии, особенно ранней, довольно много тёмных пятен. Мы снова вынуждены уйти на небольшой перерыв, после которого вернёмся. ГОСТЬ В СТУДИИ Ещё раз здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын, с которым мы обсуждаем некоторые скрытые особенности времён правления Никиты Сергеевича Хрущёва Советским Союзом. Кстати, вот биография, особенно ранее, на фотографиях с первой жены 16-го года. Никита Сергеевич, я обалдел, сидит такой чувачок в смокинге, галстук, галпочка, понимаешь? 16-й год. Да, да, дело в том, что, смотрите, он, во-первых, не попал на фронт, очень странно, потому что в 14-м году ему уже было 20 лет, а тогда в 20 лет как раз призывали в армию. Бронь. И он оказался странным образом почему-то на Донбассе именно в 14-м году. Значит, Зинькович Николай, есть такой автор, сотрудник, бывший сотрудник ЦК и КГБ, он приводит свидетельства некоторых очевидцев, что в действительности отцом Никиты Хрущёва был не Сергей Никифорович, который, в общем-то, дома долго не задерживался и пропадал целыми месяцами, а то и годами на сторонних заработках. Он выдвинул версию о том, что реальным отцом Хрущёва был местный курский помещик Александр Гасвинский. Правда, он его называет поляком. На самом деле, его предок далёкий Иван был выходцем из Речи Посполитой, но в 1668 году при Алексее Михайловиче, когда закончилась знаменитая русско-польская война за Малоруссию и было подписано Андрусовское перемирие, он перешёл на службу к русскому царю, был повёрстан, как тогда говорили, служилое сословие, то есть стал служилым человеком по Отечеству, и ему дали поместье в Курском уезде. И потом один, кстати, из его потомков, Пётр Алексеевич, был предводителем курского дворянства и состоял в личной переписке с Державиным. Евгений Юрьевич, это всё суперинтересно, но у нас мало времени. А, я прошу прощения. Всё-таки давай от дальних предков вернёмся. Канине Петровне Кухарчук в девичестве, Хрущёвой по мужу. И это, если у нас вот говорят, что типа, оттепель, это как некая такая, как некий зародыш перестройки, то Нина Петровна Кухарчук у нас некий как зародыш Раисы Максимовны, потому что никого до неё и вплоть до самой Раисы Максимовны, а руководители государства не брали с собой зарубежные поездки? Брежнев брал свою супругу всего два раза, и то она нигде особо не красовалась и нигде в официальных мероприятиях не участвовала. А вот так что, можно сказать, что Нина Петровна, которая как раз уроженка Галичины, да? Да. Вот. Она уроженка была Холмской, вообще-то, губернии, это там вот район Волыни, чуть повыше, это сейчас территория Польши, но тогда Холмская губерния, она входила в состав Российской империи, да. Что любопытно, вот считают, что она такая необразованная крестьянка, значит, такая полуграмотная бабёнка и так далее, и так далее. Что любопытно, она, по официальным данным, происходила из крестьянской семьи, но на самом деле, вероятнее всего, она была отнюдь не очень подлого происхождения. Почему? А дело в том, что она при царе-батюшке поступила на учёбу не куда-нибудь, а в Люблинскую гимназию. А я напомню, что город Люблин, это один из крупнейших городов царства польского, и в гимназии тогда, пардон, крестьянки не учились. Затем она перешла в Холмское женское училище, то есть она фактически должна была стать учительницей, потому что именно вот эти женские училища готовили будущих преподавателей учебных заведений, школ, всевозможных курсов и так далее. И именно там она в этом училище выучила не только прилично русский и польский язык, но и французский. Она прекрасно разговаривала на французском языке. Кстати, уже потом... Ну, потом ещё и английский учил. Английский, да. Потом, когда она уже училась в академии, она прекрасно выучила английский и свободно разговаривала на всех этих языках, понимаете? В отличие от Никиты Сергеевича, который даже по-русски писал грамотно и в своей фамилии даже допускал ошибки. Как ни удивительно. В одном случае он писал букву Ё в конце, а в другом букву О, понимаете? Понятно. Хорошо, что не из Ч вместо Ч. Причём дальше она, так же, как и Никита Сергеевича, вступила в партию во время гражданской войны, причём она находилась на подпольной работе в Одессе, возглавляла там местную комсомольскую ячейку, и потом, после того, как Одесса была освобождена, то её сначала послали на польский фронт в армию Тухачевского, она там занималась активной пропагандистской работой среди польских военнопленных, а потом, когда вся эта польская компания ёкнулась, то её отправили не куда-нибудь, а в Галицию. И в Галиции, кстати, она была одним из основателей западноукраинской коммунистической, или, как тогда говорили, галицийской партии. И она там принимала самое активное участие в работе местного ЦК, возглавляла там два отдела, отдел по образованию и женский отдел, и активно сотрудничала, знаешь, с кем? С сечевиками, то есть с теми, кто составлял в своё время костяк Петлюровской армии. Вообще-то поговаривают, что она, помимо чисто партийной работы, занималась разведной работой и состояла агентом ВЧК. Дефендивы? А, ВЧК. ВЧК, да, да. Ну, тогда стой, тогда непонятно. Если жена, так сказать, агент ВЧК, да, зарубежного отдела, да, если это самая, она такая пламенная революционерка, коммунистка, подпольщица там и так далее, тогда непонятно вообще, откуда, откуда вот эта любовь к бандеровцам, откуда послабление? А украинство-то оно не выметрилось, оно же, это украинство-то осталось, вот в чём дело. И она, кстати, как они познакомились с Хрущевым, дело в том, что в конце 20-го года её вызвали в Москву, она-то как раз должна была поехать на повышение квалификации, как бы у нас сейчас сказали, на учёбу партийную, но по дороге она заболела ТИФом, тогда ТИФ бушевал по всей стране, и вот проезжая как раз по территории Восточной Малороссии или Украинской ССР, она попала тогда в руки Серафимы Гопнера, это одна из видных большевичек с таким масштабным древолюционным стажем, она как раз возглавляла в то время в Днепропетровске, но тогда это был ещё Екатеринослав, и в Юзовке, это, значит, Донецкий край, ну, фактически всю идеологическую работу. И у ней, в том числе, среди её подопечных был молодой Никита Сергеевич Хрущёв, который после окончания войны стал бурно делать партийную карьеру. И она его как раз... Серафима их и свела. Да, и Серафима их как раз и свела. Они потом опять уже отправятся в Москву, в том числе и на учёбу, но, как известно, Никита Сергеевич Хрущёв в промышленной академии проучится довольно недолго, и он в основном там, конечно, занимался не учёбой, а деланием своей политической карьеры. Хорошо известно, что он, как раз, находясь на учёбе в Москве, стал активным сторонником Троцкого, но его спасло что тогда? То, что на него обратило особое внимание супруга Виссарионовича Сталина, которая и рассказала. С которой он в этой промышленной академии учился. Да, учился, да. Они вместе учились, да, на одном курсе. Вот. Она говорила, что вот там есть такой замечательный парень, который умеет выступать, зажечь и так далее, и так далее. Вот дело случая, что называется. А в это время как раз Каганович подбирал... Супруга как раз потом застрелилась, а ложечки нашлись, а осадочек остался. Да, лучше бы тогда Никита Сергеевич бы застрелился, условно говоря, да? Так, ещё тут вот есть интересный такой факт. Этот факт, кстати, приводит в своей книге Хрущёв-Таубман, это американский исследователь, что матушка Никита Сергеевича, значит, Ксения Ивановна, или как её называли, Аксинья, она вообще-то по-русски говорила это не очень как раз хорошо, а говорила с таким явным малороссийским акцентом на сужике, и чрезвычайно любила, как он пишет, кричать малороссийские украинские песни. То есть петь, ну, на тот манер кричать. Да, и она после смерти супруга, официального супруга, она переехала к Никите сначала в Москву, потом вместе с ним переехала в Киев, а затем уже и в Куйбышев. Она жила в эвакуации в Куйбышеве, вот, и потом, когда освободили Киев, она перебралась в Киев, но она скончалась, по-моему, в марте 45-го года, ей там было 70 с небольшим лет. То есть вот это украинство Хрущёва, оно не только от его супруги, но и от матери. Конечно, да. Отсюда его особая любовь к вышиванке, особая любовь к украинской песне, к этим рушныкам и так далее, и так далее. А я ещё вспомнил, сейчас я вот когда читал Сергея Никитовича, да, там вот есть фрагмент такой, где, значит, он приводит некие воспоминания матери, да, то есть жены Хрущёва, да. То есть Нины Петровны. Нины Петровны, да. И она там пишет. Понимаешь, прям вроде бы без антонона, на самом деле интенсивно очень сильно окрашено, что вот принудительная русификация была. И даже того епископа Евлогия, который, по письму которого она была определена потом в это училище, Хомск, эвакуированное, она упрекает в том, что он, типа, он русифицировал нас, он хотел сделать из нас проводников, так сказать, вот русского мира. Но так на самом деле и было. Дело в том, что ведь в Третьей и в Четвёртых Государственных Думах Холмский вопрос, он находился в центре внимания, дискуссии, обсуждения и так далее. Это как раз вот... То есть вот это всё-таки было заложено? Это было, да. Вот это вот как некая русофобия такая. Было, было, конечно, да. Поэтому здесь ничего удивительного нет. И вот таких вот, условно говоря, ну, малоизвестных, что ли, или абсолютно совсем неизвестных фактов из биографии Хрущёва, мне удалось, к счастью, нарыть полным-полно. Мы снова вынуждены уйти на небольшой перерыв, после которого вернёмся. У нас в студии известный российский историк Евгений Юрьевич Спицын, с которым мы обсуждаем, что же в годы правления Никиты Сергеевича Хрущёва было такого, что не укладывается в официальную канву даже самых смелых версий. Вот то, что касается, например, отставки Хрущёва, который сейчас как раз будет исполняться. Переворота. Да, да. Послушайте. А был переворот? Не был. Послушайте, дело в том, что у нас со времён Горбачёва утвердилось такое устойчивое представление о том, что был некий номенклатурный заговор, заговор верхов, дворцовый переворот и так далее, и так далее. Значит, Юрий Николаевич Жуков, наш известный историк, и есть на Урале такой, мне кажется, выдающийся историк, он из молодых, но копает глубоко, Андрей Владимирович Сушков. Он защитил очень интересную диссертацию по составу президиума ЦК в 1957-1964 годах. И они правильно говорят, что отставка Хрущёва произошла в рамках, в чётких рамках существующих тогда конституционных норм раз, и в рамках партийной легальности в соответствии с партийным уставом. Это не был никакой заговор, это была абсолютно законная отставка Хрущёва, занимаемых ими постов, и ни в чём нарушение каких-либо уставных или конституционных норм проведено не было. Поэтому... Но его же не было в Москве. Он был в Москве. Как не было? Здравствуйте. Дело в том, что он уехал отдыхать в Крым. В Крыму была плохая погода. Он перебрался в Пицунду и собирался в конце октября вернуться. Но 12-го числа состоялось заседание президиума ЦК. Они там приняли постановление, где было написано, что значит, Брежнев, Подгорный, Суслов и, по-моему, Полянский, они должны связаться с Хрущёвым и вызвать его досрочно из отпуска, потому что необходимо обсудить там целый ряд вопросов, в том числе, значит, и отзыв его записки по управлению сельским хозяйством. И между ними состоялась перепалка, кто же всё-таки будет звонить. Но звонил Брежнев. Почему Брежнев? У него был повод позвонить Хрущёву. Он накануне вернулся из Берлина, где встречался с Вальтером Ульбрихтом, первым секретарём ЦК СЕПГ, и новым главой германского правительства, восточно-германского правительства, потому что Отто Гротеболь умер буквально в конце сентября, и, значит, Вилли Штоф, его заместитель, стал новым главой правительства ГДР. И вот под эту сурдинку Брежнев ему и позвонил, сказал, что вот, дескать, я был сейчас с визитом, с рабочим визитом в Берлине, встречался с товарищами, они передавали вам большой пламенный привет. Но, Никита Сергеевич, вот здесь возникли вопросы и так далее. Кстати, есть такой фильм «Серые волки», где вот эта вся история, она обыгрывается, но там абсолютнейшая ложь вот в этом эпизоде отражена. Она, кстати, базируется во многом на мемуарах не самого Никита Сергеевича, а мемуарах его сына, Сергея Никитича, о том, что, дескать, Хрущёв вообще-то не собирался первоначально лететь в Москву, что он позвонил командующему киевским военным округом маршалу Кашевому и пытался, значит, его поднять на борьбу с мятежниками, там, заговорчиками, что он собирался лететь в Киев, в свою традиционную вотчину и так далее. Но эта ерунда опровергается двумя неопровержимыми фактами историческими, знаете, какими? Значит, в 65-м году, в январе 65-го года Пётр Кириллович Кашевой, который командовал киевским военным округом, был перемещен на должность главкома советской группы войск в Германии. Это была самая престижная группа войск в советских вооружённых силах. Если бы он действительно таким образом повёл себя по отношению к Хрущёву, его бы из армии выгнали на два. И второе яркое доказательство того, что он не был, конечно, никаким приспешником Хрущёва. Ему в 68-м году дали маршалу Советского Союза. Хрущёв бы никогда бы не дал бы маршалу Советского Союза человеку, который вот в те критические дни повёл бы себя каким-то образом по-иному. А ведь это была не первая попытка? Да. А ещё вот снять? 57-й год? 57-й год, да. Но это особая статья об этом. И потом вот ту самую группу товарищей, да, и припнувши к ним, как раз вот большая часть которых и входили в группу по изучению архива Сталина. Да, да. Я вот писал книгу, и я понял, что вообще подвело Хрущёва. Ведь вот опять его величество случаев. Почему Хрущёва сняли? Он же мог спокойно в зените славы и почести закончить свою жизнь. Дело в том, что с 60-го года Хрущёв стал себе готовить преемника. Официально стал готовить себе преемника. В отличие, кстати, от многих наших правителей. И об этом все знали. Об этом писала пресса. Об этом знали все члены президиума ЦК. Об этом знали все посвящённые люди и в аппарате ЦК, и в Совете Министров и так далее. Этой фигурой был фрол Романович Козлов. В мае 60-го года этот человек становится первым заместителем председателя Совета Министров, а фактически главой Советского правительства. А через два года Хрущёв его назначает, официально назначает вторым секретарём ЦК. Не каким-то иотом. Притом, что первым секретарем является он сам. Он. И все, все пишут о том, что Козлов, обладая невероятной работоспособностью, силой воли, железной хваткой, он фактически стал полноправным хозяином положения в стране. И все понимали, что после отставки Хрущёва именно этот человек будет новым лидером страны. И никто не рыпался. Но случилось непредвиденное. Во второй половине апреля у фрола Романовича произошёл тяжелейший инсульт геморрагический. И тогда Хрущёв вынужден был Брежнева, оставив главой государства, формальным главой государства, переместить временно на должность второго секретаря. Он надеялся, что Козлов выздоровец. Но в декабре состоялся пленум ЦК, и на этом пленуме сам Хрущёв зачитал заключение врачей о том, что Козлов больше не поправится. И вот когда в окружении Хрущёва поняли, что кронпринца нету, что можно валить, понятно, да? Вот тогда и начинается реальный заговор против Хрущёва. Хотя до сих пор историки спорят, кто же стоял за организацию этого заговора. Называют в основном пять человек. Значит, кто-то говорит, что это Суслов, кто-то говорит, что это Шелепин, Полянский, Миронов и остальные комсомольцы, и кто-то говорит, что это Брежнев и Подгорный. Я всё-таки склоняюсь к тому, что за организацией заговора первоначально стояли Шелепин, Полянский и компания, потому что без семичастного председателя КГБ этот заговор нельзя бы было реализовать. Но эти ребята молодые сделали фальстарт. Понимаете? Их более старшие и опытные товарищи, тот же Суслов, тот же Брежнев, Подгорный, просто сожрали. Ну а итог вот этой вот подковёрной борьбы за власть, к сожалению, это развал советского государства. Спасибо. У нас в гостях был Евгений Юрьевич Спицын, известный российский историк, автор многих учебников, который вот уже через несколько дней, может быть там неделя, две, три, порадует всех на своей новой книгой «Хрущёвская слякоть». В студии был Александр Гришин, наш гость. Было, я думаю, очень интересно. Мы все узнали много нового. Оставайтесь с нами. Гость в студии.